Симулятор психиатра Ну ладно, заходим в коридорчик И выбираем следующего пациента Третье место в голосовании заняла овечка Поэтому мы выбираем именно ее Что ж Давайте как всегда Почитаем ее историю болезни Достаем свою волшебную книжку И начинаем История болезни К сожалению очень мало известно о прошлом пациента Она была брошена неизвестным лицом в детском саду В клинике же она показала все более и более странные И агрессивные привычки Которые включались без всякого явного внешнего раздражителя Судя по всему пациентка время от времени Согнает галлюцинациями о том Что она волк или собака Несмотря на то, что она вне всяких сомнений Овечка Это может быть симптомом чувства неполноценности Как бы то ни было Это не объясняет внезапных возникновений Исчезновений галлюцинаций пациентки Ну понятно Похоже у нашего пациента раздвоение личности И знаете что меня удивляет Это то, что уже у нас есть некоторое заполнение шкалы прогресса Это немного странно Ну да ладно Давайте-ка применим психоанализ снов Как первую терапию Вот снова наш чупа-чупс Снова мы его вертим Как всегда, как обычно И снова погружаемся в мир грез Нашей маленькой овечки И что же мы видим? Это какой-то красный шарик Вокруг серый шарик Это что, CD-диск? А нет, это пустыня Тогда получается Этот черно-красный шарик Это солнце? Больше на черную дыру похоже Да и падальщики летают Как-то это все нехорошо Странные-странные сны у нашей овечки Непонятно, что они значат Поэтому давайте проведем интервью психотерапевта Думаю, это поможет прояснить ситуацию Снова наш носочек И он снова пытается убедить Нашего пациента в чем-то Непонятно как Ведь он не издает никаких звуков Пациент, похоже, никак не реагирует На наш носок Он просто встал И моргает Ну надо же, он подпрыгнул Повелел хвостиком И ничего не произошло Ну ладно, ну ладно Тогда снова мы применим психоанализ снов Снова это пустыня И снова овечка, лежащая на песке Но она что-то заметила Вдалеке виднеется лес Лес, стоящий посреди пустыни Какая странная географическая аномалия Наша овечка Поскакала к этому лесу И встретилась здесь Нашего пикемотика У которого был На лице носок Как-то это очень странно Выглядит Наша овечка Решила зайти В этот темный страшный лес Она в него заходит И на нее нападает огромный язык Это был весьма неожиданный поворот событий И наша овечка видимо Впала в стрессное состояние Ну благо Шкала прогресса увеличилась И давайте же снова Применим интервью Психотерапевта А то посмотрите Наша овечка совсем плохо Она уже башкой Бьется от простыню Бедняжка Ну думаю Наш носочек ей поможет Наш носок достает зеркало И показывает Его овечке Но Похоже она этим недовольна Она берет и разбивает К чертям собачьим Это зеркало И она поранилась осколками Мы вынимаем осколочки Кладем их на разбитое зеркало А само зеркало Мы убираем И вы посмотрите Швы исчезли на носу Наши овечки Да это же какое-то чудо Раз ничего не помогает Давайте-ка применим Трудовую терапию Достаем клубочек И спицы И наша овечка Начнет вязать Умение вязать Весьма необычное Качество для овечки Ну посмотрите Что же она вяжет Какой-то Странный Платочек Или что это такое Ну похоже Она его довязала Мы убираем клубочек И оказывается Что овечка связала Огромный носок Надела его на свой нос Интересно Интересно Ну что ж После такого Давайте-ка сно Применим психоаналий снов Думаю теперь Она сможет Избежать нападения Этого странного Языка В лесу Ведь у нее уже есть носок И носок это лучшее средство Против языка И что же Мы снова в этом страшном Темном лесу Надо западать носок Но мы Избежали нападения И носок превратился В йо-йо И этих йо-йо Очень много в этом лесу Как это у курина Однако выглядит Ну ладно Овечка Побежала дальше Она прыгает И веселится В этом темном лесу И мы видим Какие-то огромные Белые нити Которые окутали деревья И что Сплела огромный Паучара Неизвестно Неизвестно Это Новичка прыгает дальше И она наткнулась На какую-то полянку И что же тут есть А тут есть косточка И от косточки Она так забалдела Что Находится в непонятном Теперь состоянии Состоянии шока И вы посмотрите Из нее вылазит Волчара Овечка Весь волчар Они начинают бороться Это вы уже как-то Остановитесь Они сошрут друг друга Поэтому давайте-ка Принем лекарственную терапию Шприц Лучшее средство От раздвоения личности Мы вкалываем укольчик Волку прямо в нос Ему становится плохо И он засыпает Овечка успокаивается Тыкает волка лапкой Ну похоже он сдох Раз не реагирует никак И овечка тоже на нем Ложится и спит Приходит наша медсестра И засовывает волка Обратно в овечку Как это жутко бы не звучало бы После этого овечка Совсем измотанная лежит И не может подняться Ну что ж Давайте-ка снова применим Трудовую терапию Потому что Носочек куда-то пропало Ведь носок нам нужен Для путешествия по снам Пускай она свяжет новый Но похоже У овечки остался носок Она его достает Из своего живота И надевает на нос Прекрасно Нам ничего не остается Кроме как Применить психоанализы снов Сновать как у нем Все мир фантазий Маленькой овцы И что же мы видим Овечка пришла на полянку Но там уже сидит волчара И волчара Увидел косточку Он подошел к ней Волчара берет косточку Лежит ее И засовывает себе их в живот А потом он убегает Но овечке не нравится Такой расклад событий Она бежит прямо за ним Она тоже хочет косточку И они оказываются На каком-то Прекрасном Цветочном лугу Как все мило и няшно Овечка укидывает носочек И ложится на эту травку И на нее капает водичка Но нет Это была не водичка Это были слюни Какой-то огромной собаки Овечку берут за хвост И кидают прямо ввысь И казалось бы Сейчас овечка упадет На землю Но Ее хватает собака Оказывается Наша овечка Была куплена человеком Для того, чтобы С ней игралась Собака Поэтому Она мечтает Стать агрессивней Чтобы защититься От нападок Животного Мы почти Мы почти вылечили нашего пациента Осталось только применить Стимуляцию Запускающий механизм Убираем этот пункт Даем Даем нашей овечке Косточку Выпрыгивает волк И он убирает Косточку Овечки И мы видим странное превращение Овечка превращается Волк Волк превращается В овечку Какой-то кошмар И тут приходит Медсестра С собакой Эта собака Выглядит очень агрессивно Надевает на собаку Носок И она не может Больше кусаться И овечка Ее гладит Она поборола Свой страх И наконец-то Овечка и волк Подружились И внутренний мир Наш овечки Пришел в норму Наконец-то Она достигла Состояние гармонии И вылечилась Еще один наш пациент Покидает нашу психушку А это значит Что пора завершить серию Поэтому Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал Всем счастья И добра До свидания